Каринка, мы только что въехали в штат Невада. До свидания, Юта. О, прикольно, смотри. То есть, по сути, горы. Прикинь, вот смотри, и сразу приходят. Картинка другая сменилась. Охереть не встать, а? Что проходит, а? Всем привет, вы на канале Малек Трип. С вами Руслан Гафаров. Здесь мы говорим про инвестиции, про стартапы, про самые эффективные в мире корпорации. Наш канал, ваше окно в то, что в Кремнеудалении происходит. Мы с семьей живем в Кремнеудалении вот уже два года, и моя задача нахождения здесь – понять, как вообще работают лучшие корпорации в мире, как создаются технологии, как привлекаются инвестиции. Вот, мне это самому интересно, об этом во всем я рассказываю на своем канале. То есть, у вас есть возможность получить доступ ко всей этой информации здесь. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, делайте это прямо сейчас. Обязательно ставьте нам лайк, если вам нравится то, что мы вам рассказываем. И пишите, задавайте вопросы, либо просто комментарии, и за те вопросы, которые вам больше всего понравились, обязательно голосуйте лайком, мы будем записывать на них видео ответы в наши следующие выпуски. Как раз этот формат видео я записываю в рамках нашего формата вопрос-ответ подписчиков Malik Trip. И вот здесь в пути как раз я отвечаю на те вопросы, которые моя команда собрала под нашим выпускам, и отправила мне, чтобы я на них как раз записал вот эти видео ответы. Но вокруг меня просто нереально красивая природа, и вот это меня все вдохновляет, сейчас как раз с вами немножко пообщаться, поэтому обязательно пишите, как вам все, то, что мы для вас делаем, как вам такой формат общения, да, и насколько вам вообще заходит формат вот влога, путешествий, насколько вам интересно увидеть, понять, как работает, значит, инфраструктура не только Кремниевой долины, но и США с точки зрения именно такого отдыха, такого на природе, да, вот как мы любим съездить куда-нибудь на природу со своим трейлером, мы для этого его купили. Вот, многие, кстати, говорят, что я живу в трейлере, да, там, нет, я в трейлере не живу, трейлер у меня стоит во дворе, я в нем работаю очень много мне, потому что там такая… здесь я там чувствую очень круто, вот, и мне говорят, что, типа, там живу в трейлере, типа, совсем дело плохо, я еще раз повторяю, то есть дела у нас идут хорошо, вот трейлер новый стоит такой 60 тысяч долларов, вот, мы купили этот трейлер за 40 тысяч 2015 года, за очень хорошую цену, кстати говоря, потому что он в цене не падает, вот, и это наш такой способ здесь, в Америке, выбираться на природу и чувствовать себя как дома, потому что у тебя есть душ, у тебя есть туалет, у тебя есть плита, у тебя есть вода, у тебя есть газ, у тебя есть тепло, у тебя есть солнечная батарея, аккумуляторы, инфраструктура вот этих парков с таким площадками, да, то есть это очень удобно, вы просто не представляете, очень рекомендую попробовать его. И вот мы его купили для того, чтобы ездить, передвигаться постоянно здесь по Америке, смотреть на природу, потому что здесь действительно как в Калифорнии, так и в ближайших Старштатах очень много всего красивого. Мы буквально за 12 дней проехали с Алиной, сколько, 5 штатов, да? 4-5? Калифорния, Невада, Юта, Вайоминг, Монтана, да? Айдах. Айдах. Шесть штатов мы проехали, просто так вот сделали большой кружок, Yellowstone, и вот мы проехали шесть штатов. В этом видео как раз, пока мы вот с вами так общаемся, немножко так рассказываем, где мы с вами слышим, что с ним происходит, я хотел поделиться вот своим ответом на вопрос, которым мне задали вот комментарии ДМШ, да? Он сказал, что, расскажи, пожалуйста, подробнее, какие вопросы тебе приходят от бота, и в целом, как проходит твой утренний ритуал. На самом деле, здесь многие, кто тоже попросили про утренний ритуал, поэтому я решил записать видео именно об этом. Я считаю, что утро – это важная часть дня, с нее начинается вообще наша осознанная или неосознанная какая-то деятельность, потому что, как только вы делаете определенные вещи или не делаете определенные вещи, вы либо включаетесь и начинаете осознанно жить в своей жизни, либо не включаетесь и живете какими-то триггерами, стимулами, которые вокруг вас постоянно возникают, да? В холодильнике увидели какую-то рекламу какой-то там еды, луккорно, там, не знаю, какое-то там с утра там что-то, хлопьев, сахар, что-то такое захотелось, да, там пошли, вот неосознанно пошли и съели то, что вы хотели бы есть по утрам, а увидели что-то в холодильнике и зацепили сюда взгляд, понимаете, да? Утро – это очень такое правильное время для того, чтобы самим с собой договориться о том, что такое хорошо, что такое плохо. И я это в том числе делаю, ну, медитирую я, да, то есть это как бы… Я уже рассказывал в других своих видео, что я об этом делаю. Утро у меня начинается обычно без еды, так как я придерживаюсь интервального голодания, 8 часов ем, соответственно, 16 часов не ем, то получается у меня так, что я начинаю есть часов 12 примерно или позже, заканчиваю 8 часов вечером или в 6, да? И от этого у меня состояние более такое продуктивное, эффективное, потому что когда ты ешь, у тебя энергоорганизм тратится на то, чтобы переваривать тысячу, соответственно, от этого есть такой немножко ты вводишь груз, и, ну, как бы, состояние потока тяжелее поймать, да? То есть я вот это состояние потока называю, когда ты можешь спокойно превращать проблему в задачи, я так называю, да? То есть когда для тебя нет проблем, ты видишь только задачи, да? То есть, да, есть какие-то ситуации неприятные, или кто-то смотрит на эти проблемы и плачет, а ты не видишь проблем, ты видишь только задачи. Ты видишь задачи, ты видишь, что это может делать, ты видишь цену этих задач, ты видишь приоритеты задачи. Исходя из этого ты не переживаешь, а просто, ну, принимаешь какие-то решения. Вот, это вот я называю состояние потока. Мне нравится быть в этом состояние потока, поэтому я постоянно в гонке за ним делаю определенный ритуал, да? Первое – это не есть, второе – это выспаться, да? То есть я вот, как я рассказывал в одном из своих видео, купил себе ауреринг, и я заметил, что она очень четко помогает мне фокусироваться на том, как я должен спать. Я понял, что я должен ложиться рано, то есть ориентировочно где-то в 9-10 часов вечера, не позже. Вот, соответственно, вставать лучше мне тоже пораньше, да, там, в 6-7. Вот, таким образом мне удается наиболее качественно восстановиться, это показывает мне как раз мой трекер сна. Вот, обязательно должна быть физическая активность с утра какая-то, да? Это как раз запускает циркадный цикл, который как раз есть у человека, и организм понимает, что он проснулся, да? То есть это, соответственно, через, там, определенное количество времени он начнет сам уж замедляться, заходить, соответственно, обратно в сон, да? То есть этот вот цикл, он есть у организма, поэтому лучше всего утром как раз, чтобы хорошо буду спать и начинать этот фрагмент активности, да? То есть у меня может быть активность, даже если у меня нет возможности пойти там в спортзал, я вообще не хожу, как вы знаете, сейчас у нас пандемия, зала все закрыты, да? То есть как бы нет возможности заходить. Поэтому то, что я делаю обычно, либо я беру переговоры, занимаясь на TRX сразу с утра, да? Потому что у меня много переговоров рано утром, так как в Москве это послеобеденное время, самое удобное для москвичей время, да? Для общения. Либо я иду просто говорю, соответственно, в наушниках, значит, в какие-то конференц-колы, да, там на Google Meets, и, соответственно, общаюсь с людьми, но у меня уже есть активность, то есть организм уже начинает понимать, что он как бы проснулся, да? Вообще я сейчас вижу, что мне гораздо круче, кайфовее проводить любые встречи онлайн, когда я гуляю, да? То есть у меня приходит больше творческой такой энергии, больше, лучше такое, вызвать такое состояние потока, как я это тоже называю, да, там, чтобы можно было быстрее конструктивнее вести какие-то беседы, вот. Поэтому сейчас есть такая возможность, конференции очень серьезные, там, когда у нас они проходят онлайн, очень круто, да, есть возможность просто прогуливаться, да, то есть они сидят в какой-то комнате, когда у тебя все это дает. Мне очень нравится гулять на природе в это время. Поэтому вот в утреннее время я посвящаю тому, чтобы как раз прогуляться, запустить для вот этих циклов. Вот, как только появляется время, я начинаю делать йогу, йога занимает минут 30. Под этим видео я вам дам пару ссылок на те видео, которые мне моя жена тоже дала, подсказала, по которым она делала йогу. Я беру некоторые упражнения, оттуда не сказать, что прям каждый раз все, что там делается, но очень неплохие там упражнения, мы иногда жены по этим видео тоже делаем, поэтому под видео я вам дам ссылочку на ту йогу, которую мы с женой иногда делаем. Вот, после того, как я сделал йогу, я обязательно делаю практику винхов, да, то есть это дыхательная практика. Я про них рассказывал в предыдущих видео, ссылочку на его YouTube и на его приложение тоже там под видео. Очень крутая история. После того, как ты можешь, ну, правильно продышишься и там примешь холодный душ, ну, пройдешь прям по определенному этапу, который есть в этой практике, и себя чувствуешь гораздо лучше, и тебе очень круто после этого медитируть. Вот, соответственно, когда я начинаю медитировать, то есть мое состояние сначала, то есть задача сначала успокоить ум, соответственно, пуссироваться на дыхании, почувствовать, что я действительно достиг того состояния, в котором я могу начать медитировать, да. То есть когда, для меня медитация, это, значит, работа со своими целями, в том числе работа со своими какими, ну, со своими видениями, да. То есть первое, что я делаю, сначала как бы калибрую себя. Я вызываю в себе состояние негатив-пассив, для того чтобы artificial терUlt особ .. Для того, что бы я такой, то есть это состояние внутри меня, которое оно, это негативно-пассивное, а это состояние депрессии. Потом я и отпускаю. Следующее, что я делаю от одна из pissedого, это состояние агрессивного актива, когда я вспоминаю еще когда я на ACOR стоял на ринге и вот какие такие агрессивные истории. Потом я его отпускаю. В итоге скоминаю состояние позитив-пассив, тоже вот в этой медитации. Это когда, обычно я вспоминаю, обычно, когда при этом со мной жена, дочь. мы на берегу океана, на нашем трейлере, где-то на путешествии, я их обнимаю, вот это мы с ним позитив-пассив, я медитирую, вот это вот состояние позитив-пассив, это то, которое я хочу испытывать большую часть времени, да. То есть, для чего нужно испытывать? Вот негатив-пассив, негатив-актив-позитив-пассив, для того, чтобы потом можно было четко осознавать, когда в цепле происходят какие-то негативные чувства, сразу их могут калибровать и понять, что да, вот это сейчас чувство, я вот буду проанализировать, откуда оно взялось, и, соответственно, сделаю все, чтобы его утилизировать, когда я смогу быстро переключаться и не фокусироваться на каких-то вещах, которые раньше меня больше цепляли, чем сейчас. Вот для чего я это делаю, да. После этого я испытываю позитив-актив, то есть, я такой взвинчиваю себя, вспоминаю, где-то там танцую или что-то еще делаю, когда у меня что-то получается, делаю что-то активное, либо я еду на волну поймаю на серфе, что-то такое. То есть, для чего мне это нужно? Для того, чтобы я мог потом в нужное мне состояние, в нужное мне время, где, когда мне нужно вот это состояние вызвать себе, я могу раз это воспроизвести сразу, да. Например, не нужно записать видео, я же не могу перед вами сидеть и мямлить. Поэтому мне нужно вот этот раз из себя как-то взвинтить. И вот тренирую каждый день с утра, я могу потом проще ввести себя в какой-то состоянии для того, чтобы более эффективно закрывать какие-то задачи. Или наоборот, когда меня кто-то хочет пробуждить в какое-то негативное состояние, я благодаря тому, что делаю такую практику каждое утро, смотрю и вижу, что у меня там происходит, если есть какие-то негативные посылки, да. Вот, это такая утренняя практика медитации. После этого я обязательно стараюсь заниматься английским, если у меня есть на это время. Вот, я занимаюсь три раза в неделю с репетитором. Это преподавательница моей дочери Зариной. Очень круто с ней, кстати, заниматься. Ее муж работает, работал в Фейсбуке, до этого работал в Боинге. Он инженер-механик, мы с ними как-то гуляли на берегу океана, общались. Очень крутая семья и очень приятно с ним всегда общаться. Кроме этого, я использую приложение Ева. Очень рекомендую тоже ссылку оставлю внизу. Прикольно там и слова учить, вот, и себя анализировать. Там очень быстро можно понять, какой у тебя, например, запас слов. У меня оказалось там более 6 тысяч слов заваренный словарный запас, в принципе, то есть, ну, примерно равный, как у меня и с женой, да. Только у меня сейчас будет разговор на языке, пока у меня хромает, поэтому мне нужно больше практики. У меня была практика, когда она была здесь в Абортом Трэвелл, работала в Америке. У меня такой практики не было раньше, поэтому мне надо тоже нагонять эту практику, просто разговаривая, да, и продолжая учиться. Вот, кроме этого, что я делаю, да, то есть, работаю со своими задачами. У меня есть задачи две таких сущностей сейчас главные, да, там, первое, соответственно, не фокус, в котором я треку все свои задачи. Второе, это сейчас жира, в котором мы используем с нашей командой для того, чтобы трекать все, что у нас в команде происходит. Поэтому частенько я залетаю в эти, соответственно, задачники для того, чтобы свой день планировать, да, то есть, соответственно, смотреть, что там, какие у меня приоритеты, какие вопросы ко мне есть и так далее. Ну, из такого, то, что я делаю утром, наверное, все, да. То есть, самое главное, это правильно проснуться, поэтому нужно переделать какая-то такая короткая зарядка, да, там можно какой-нибудь секунд сделать. Потом йога, потом, соответственно, дыхательная практика, практика медитации, соответственно, работа. Очень рекомендую еще, если мы не делали никогда практику диспензер, тоже книжку на эту аудиокнигу, ссылочку дам внизу. Есть такая практика, типа, как аудиогид, тоже ты одеваешь на ушки и слушаешь тебя, просто гид ведет через определенную практику. Перед этим надо, конечно, книгу сначала хотя бы прослушать, да, чтобы понимать, что за практика и как она работает, да, чтобы понимать этого гида, да, которого тебя под медитацией вести. Но если информацию тоже под видео вам привяжем, посмотрите. То есть, раньше я практиковал ежедневно вот по час двадцать, когда вот именно слушаю именно вот эту медитацию диспензера, сейчас тоже периодически стараюсь повторять обоих, потому что это действительно очень какая-то практика. И вместе вот с остальными практиками, которые я делал утром, дыхание, вот это моя личная такая медитация, как свой регламент, да. Вот. А, кстати, я же не договорил, да, то есть, ну и позитив-актив, потом я говорю, значит, в себе испытываю чувство благодарности за что-то, чтобы просто понять, что это чувство такой благодарности, это такое чувство, когда ты заземляешься с миром, да, потому что когда ты благодарен, ты не можешь быть вне в принятии чего-либо, да, то есть чувство благодарности, оно приземляет тебя и делают так, что ты все принимаешь. Но это очень важно уметь испытывать чувство благодарности и за то, что есть, да, там, за то, что у тебя есть, просто надо себя благодарить, не благодарить, да, то есть просто вот заземлиться и понять, что вот, да, все хорошо, вот это чувство не уметь вызывать это чувство благодарности, когда вам, например, хочется немножко беспокоиться о чем-то и так далее, потому что это такое базовое, зацепляющее чувство, чувство благодарности, я его в медитации использую каждый раз и вспоминаю. Вот, и как бы стараюсь, испытываю, вот я сейчас об этом говорю, и оно у меня прям такое есть, я прям его чувство начинаю. После того, как я испытал чувство благодарности, я делаю практику и рассказываю стихотворения, вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял при близейшихся к стене, минут на 7, Есенина делаю так, чтобы тренировать свой разговорный, соответственно, язык, да, чтобы уметь выражаться, чтобы говорить без, соответственно, там, запинаний, и это помогает мне, контролирует то, что я говорю, не скажу, что я говорю идеально, но, по крайней мере, тренируюсь так каждый день, это помогает. После этого я испытываю состояние такое, я идеальный, я вспоминаю, что такое, когда я идеальный, да, то есть, каким я хочу быть идеальным, да, то есть, как я испытываю, я в этом время вспоминаю, что я в таком состоянии, в котором меня очень тяжело, как-то беспокоит, в котором я понимаю, что мир отдельно от меня, я отдельно от мира, я выбираю то, как я буду реагировать на мир, да, потому что может быть и то, что может садить солнце, может, чтобы получаться, может, как не получаться, но только мой выбор, как реагировать на отдельные события, но я испытываю такое состояние, приговариваю себе, да, то, что я не есть мир, да, то есть, я отдельно от него, я выбираю реакцию И всегда мое восприятие мира – это мой выбор. Я выбираю, как на него реагировать. Испытывать мне сейчас счастье или страдания – это мой выбор. И не чей другой. Никто другой не сможет меня заставить испытать то, что я не хочу испытать. То есть вот это я себе такую даю установку. Я себе говорю о том, что никто не знает, как будет завтра. Никто не знает, как правильно. Самые отважные люди просто пробуют делать как-то, представляют себе, как может быть. Придумывают себе, изобретают что-то, делают это и создают новую реальность. Вот я себе тоже каждое утро, тоже, у кого-то состоит, где идеальный. То есть призываю, что-то придумают, создавать новую реальность. Потому что многие вещи не знают, кто как делать. Как Билл-Маск, мне нравится, когда 20 лет назад все крутили пальцы невеска, когда он говорил про космос. Сегодня никому не смешно. Вообще никому. Когда я уже сегодня станцию Мир, международную станцию Мир, Мир уже, как там просто международная станция, косметическая станция, да, так называется сейчас. То есть он управляет людей уже в космос. Это офигенно. И такие люди делают просто, они себе что-то представляют, они о чем-то мечтают, и это у них получается. Вот моя задача, на время вот этого я идеальный, в том числе, понять, что возможно, все, что я могу себе представить. И после этого я себя прогоняю через, значит, мою «Одновечная жизнь», которую я вот рекомендовал тоже книжку, это, начну с главного, да, Капазан и Келлер написали. Вот, соответственно, там есть такое понимание, да, что есть моя «Одновечная жизнь», что есть моя «Одновечная 5 лет», что есть «Одновечная год», что «Одновечная месяц», что «Одновечная» на сегодня, на сегодня, на день. Вот, и, соответственно, я начинаю вот из этого состояния идеально вспоминать, а что есть моя «Одновечная жизнь», я вспоминаю это, переживаю, да, как это будет, когда это случится. Вижу это, я это ощущаю, после этого я говорю себе, а что есть моя «Одновечная» когда-нибудь. Я переживаю это чувство, когда это уже случилось, я смотрю, вижу, в этой ситуации я в ней живу. После этого, а что я «Одновечная 5 лет», я переживаю другую ситуацию, я вживу. В той ситуации, в которой я вижу, что я хочу, чтобы получить 5 лет, что меня окружает. кто эти люди, чем я занимаюсь, как мой быт устроен, вот это все. Потом я вас, что есть моя одна вещь на один год, вот это я переживаю. Потом на месяц, какая моя одна вещь, сейчас, чтобы вот моя одна вещь, условно, там, жизнь никогда не будет, на пять лет, на год, на месяц, что мое, да, то есть вот это самое главное, исходя из этого, понимая, вот спускаясь, декомпозированный месяц, и потом, соответственно, на неделю, и потом на сегодняшний день. И у меня вот после этой медитации чувствую четкое понимание, что я должен сегодня точно сделать, исходя из моего глобального приоритета. И вот этой уверенности, веры в то, что я сформулировал, приоритизировал себе вот эту задачу, я знаю точно, что вот я сделал вот этот шаг на пути своей какой-то большой мечте, дает мне просто уверенность в том, что я делаю правильные вещи. И даже если эти вещи неправильные, я пойму, что это было неправильно. В моей картине мира, что я всегда должен что-то предпринимать, что-то делать, потому что не всегда можно научиться чему-то по книгам, да, а нужно учиться вещам каким-то, просто пробуя что-то, да, то есть строя гипотезы, обламываясь, ошибаясь и делая что-то по-новому. Понятно, что ошибаться всегда больно, бывают ошибки, которые просто непростительны, но вот, ну, все предпринимательство, наверное, в том, что он всегда идет на риск и ищет вот эту свою золотую середину, где он еще там готов ошибаться, а где уже нет. Вот, насколько далеко он готов идти на риск. Дмитрий наш задает вопрос. Сколько часов в день у тебя уходит на ритуал? Медитации, метафоры, внедрение социала, прогулки. Значит, давай по очереди буду отвечать вопросом, потому что здесь несколько сразу в одном. Вот, сколько часов в день? Ну, я скажу так, если конкретно на этот вопрос отвечать, я думаю, где-то 2 часа примерно, 2-3 часа максимум. То есть, полчаса у меня уходит примерно на йогу. Где-то там 15 минут. Там, вот, 15 минут до полчаса уходит на медитацию. Вот. В идеале я делаю это несколько раз в день, если есть такая возможность. Вот, и плюс еще я вот, ну, стараюсь сделать этот спенс, да. То есть, самый максимум, который я могу делить под ритуалом, где-то 3 часа. Вот этот утренний мой ритуал. Да, вечерний ритуал у меня занимает там 15 минут времени. Не так много, я отвечаю на вопросы. Вот. Соответственно, ну, в общей сложности, да, то есть, если вот прям емко делать и не полностью так развернут, то где-то в целом за день можно в час уложиться. Дальше идем, да. Как сильно ритуал помогает в работе? Вот смотрите, да, вот это как раз очень важный тоже вопрос, да. Вот этот час, на самом деле, это час. Этот час он дает, на самом деле, тебе продуктивность икс в чем-то, да. Вот, например, потратив час-два с утра, я, соответственно, умножаю свою продуктивность примерно там в два раза или в три раза для того, чтобы закрывать свои задачи. То есть, по сути, вот этот час-два, который ты трачешь с утра на то, чтобы себя привести в порядок, то есть, по сути, по-другому пилу, да, ты вводишь себя в то состояние, в котором ты наиболее эффективен, в состоянии потока, в котором ты не видишь каких-то проблем, ты видишь только решения и задачи, которые нужно сделать, ты видишь, кто эти задачи может сделать, ты видишь, как их можно сделать. Вот, то есть, ты видишь задачи, ты все ясно, на самом деле, какие-то переживания, ты просто видишь, на какие-то проблемы смотришь, но ты не видишь проблем, ты просто видишь задачи. Вот, соответственно, вот для этого, для всего, как раз, вот мне нужна вот эта практика. Кроме этого, для того, чтобы вот эффективно такие час-два провести, да, с утра, там, три в идеале, да, если совсем прям времени много, нужно обязательно хорошо спать, потому что, если ты не выспался, то все, что ты делаешь, это вот total, да, минус 30%. Вот, ты, например, там, сделал, там, классную тренировку, там, крут какой-то, там, помедитировал, там, сделал классный йогу, все-таки молодец, но вот от всех твоих результатов, которые ты сделал вместе со всеми этим практиком, если ты не выспался, минус 30%, вот, поэтому высыпаться очень невыгодно, и это такая, на самом деле, очень интересная история, что, если ты не высыпаешься, ты этого не замечаешь, как бы это потом на следующий день, опять ты не выспался, еще, и вот ты уже в мире, в котором есть куча проблем, ты не видишь никаких решений, тебе кажется, что мир весь против тебя, и что непонятно, как все это решать, вот, на самом деле ты просто не выспался. Я думаю, вы понимаете, о чем вы, о чем я сейчас, да, то есть, и вот умение делать этот баланс между жизнью и работой, как раз, и вот чувствует это состояние продуктивности или непродуктивности, да, то есть, это отличает, мне кажется, людей, которые к чему-то пришли, да, спортсменов, или каких-то еще, там, ну, видных, там, политических деятелей, там, предпринимателей, да, потому что они чувствуют вот эту историю, когда у них есть состояние, в котором они могут, чтобы создавать, создавать творчество заниматься, и есть состояние, в котором они делают этого не могут, да, потому что если ты не можешь в этой творческой в стезе, так скажем, находиться, да, то ты можешь выполнять только какие-то рутинные, повторяющиеся задачи, да, то есть вот так большинство людей никак не живет, да, по сути, да, там, особенно если мы говорим про страны СМГ, да, и это не потому что, значит, ну, они, там, плохие или хорошие, умные или неумные, а просто они, по сути, там, не высыпаются, вот, и, как бы, не делают определенные моменты для того, чтобы посмотреть на все, что они делают под другим углом, им некогда выспаться, и поэтому они постоянно живут в мире, в котором огромное количество проблем, и наоборот, да, то есть те люди, которые уделяют этому времени, они смотрят на мир немножко иначе, у них просто на самом деле физически внутри другие находятся молекулы, находятся другие, соответственно, другой состав крови, прям, да, физически это. Я это могу сейчас еще с большей уверенностью утверждать, потому что я вот эти себе медитации, свой сон, и все остальное, трек, в том числе с помощью кольца. Я вам скажу, что когда мне удается достигнуть реально крутое медитативное вот это состояние внутри, я вижу, как это прям успокаивается, мое внутреннее состояние, как уходит любая, там, депрессия, просто вижу, крекером на своем пальце, то есть это видно, там есть определенный показатель, я не буду просто сейчас об этом видео, там увеличив, да, рассказ как это работает, но там прям видно, как это работает. То есть прям ты видишь, когда медитируешь я специально включаю трекер, я вижу, что когда вот я достиг на какую-то минуту, я обращаю внимание, какое минус какое состояние было на м Arevia panels, я вижу, как корреляция есть между моим состоянием и тем, что внутри тела происходит через трекер, то есть фактически, то есть любые состояния, это ваши внутренние вот эти вот ощущения, ваш состав царей и выйти будет управлять просто практиками там определенным количеством с правильным сном да там со всеми рекомендациями которые вы можете посмотреть джо робина в его подкасте с экспертом о смерти они говорят я недавно посмотрел еще больше понял насколько это важно под видео мы тоже поставим обязательно посмотрите и спать надо короче это прям 100 процентов не часто бывает мне кажется нам что там сейчас не по спине все успеем а на самом деле вот этот минус на в нашей продуктивности он наоборот заводит на ступик потому что мы вот в этом состоянии непродуктивным не видим как решать или не проблема а видим только там прекрасно поэтому нужно управлять особенно когда уже с кризисными на нам все хочется успеть всех есть такая история да там все горит до сюда вот но спаться надо это очень важно вот дальше значит как сильно ждал помогать тебе в работе я вам сказал да то есть что по сути это единственная возможность быть в том эффективном состоянии в котором ты не видишь проблемами что-то решение задачи и это очень круто я хочу смотреть на мир только через такую призму через такие врата восприятия я не хочу видеть проблемы не хочу видеть нерешаемую ситуацию это чем все и видеть сразу как это можно решить кому можно позвонить кого можно спросить как можно сделать как можно самому план какой-то разработать кому задачу своей команды поставить как поставить задачу до есть что-то непонятно как описание ну то есть как сделать у кого спросите то есть понятно да ты вот этого спроса не видишь то полный все это . как они помогали тебе раньше лет 5 10 лет назад хорош вопрос тоже да на самом деле . помогали да потому что то есть ну я когда там тоже один из тренингов посетим я тогда помню еще тоже сам и курил и там алкоголь пил и я помню тогда после тренинга решил бегать я помню своих первые 15 минут который я пробежал когда я еще курил и соответственно там алкоголь употреблял нерегулярно я помню как не было тяжело я просто сам сказал офигеть руслан ты чего ты себя довел ты же раньше спортом занимался и у тебя очень хорошо получалось после этого меня как раз он тоже я понял что нужно делать свой рекламе я просто помню меня был тогда еще не было гаджета я буду поманили клачок бумаги который обрепленный скотч на эту бумаги были написаны вещи которые я должен сделать каждый день там 5-6 пунктов должно быть на одной стороне вот эти регламента на другой стороне я помню то какие-то мои цели и как я должен выглядеть чему я должен идти вот так я вот тоже да описываю себя это всегда был моим памятник я носил как у с этим есть я о чем-то забывал и для меня вот это очень круто для меня сработало потому что я в отличие от всех странных людей которые меня окружали я держал фокус на чем потому что люди сейчас за счет того что вот очень сильно разве паркетинг и продажи даты за них постоянно вокруг них все бренды так вот там как сыры все люди там бегут фантиками условно там машину купить квартиру путешествие чтобы еще не забывай туда он занимался да там планирует свою жизнь планировать свои соответственно какие-то там результаты достижения вот и постоянно бегать не какой-то суете непонятно куда она просто на стинге общей стартой да там вот и соответственно самое простое что можно сделать для того чтобы любить со всеми это просто поделиться а что ты хочешь вообще и выписать те вещи которые ты будешь сделать вот и это я сделал это перемычку с работы стал ли ты сейчас меньше уделять времени ритуалы чем несколько лет назад стал больше уделять я начинал там 15 минут полчаса сейчас видите там уже у меня час-два то есть я сейчас больше потому что я понимаю что чем ты лучше подготовиться тем более эффективно сделать то есть может быть самое там ну мне нужно в день всего лишь 15 минут возможно того чтобы внутри себя несколько правильных решений да зафиксировать решение написать эти решения там за эти 15 минут каким-то людям правильно так чтобы они поняли и все они после этого нет проблемы которым я мог там пытаться решить сам я просто сформулирую задачу правильно так чтобы я понял тот я ее делегировал да и находятся в правильном состоянии и соответственно делегировал вот я избавился от проблем все у меня есть линии решения для появилась задачи которые я получу вот и это очень на самом деле важно потому что другой момент например сам возможно пытался будет решить а это задача у тебя может не решать потому что компетенции не хватает еще времени там и так далее поэтому вот здесь очень важно ходить с вами стоять значит потому что работать стало больше сказал так сколько часов день у тебя уходим на сфокусированную работу работа рабочей отрезками вот помодоры или еще как ну я в целом в день работаю там ну последнее время много да там часов тоже там по 10 наверное да вот сейчас как раз мне нравится то что я уже с пути нахожусь когда я в пути мне просто не дает значит работать времени забрать у меня да да все равно сложнее время собирать чему я на самом деле тоже рад вот и соответственно сейчас меньше да но так вот когда отбыл отъезда часов по 10 работ соответственно я стараюсь разделить день на несколько блоков первый день блог у меня когда я только стал я провожу встречи с командой с там какими-то партнерами с клиентами да участвую совместных наших там совещаниях онлайн вот обычно в это время прогуливаюсь вот там бывает я по 5 часов заседаю потом я делаю отрезок времени там на пару часов там два-три часа на то чтобы отдохнуть получить английский перекусить и потом меня второй там условно там пятичасовой блог еще до вечера вот получается там если я начинаю первым с афона в 6 а там плюс 5 получается там одиннадцать да там потом пару часов там часу там и еще пять часов там до шести до семи до восемь дней потом еще поработать да там по-разному бывает да так соответственно но стараясь спать ложиться в одно время сейчас у меня тридцать акасты вот получают осуществление вот приходится кожа потом вставать значит вот фокусируем работу я рассказал то есть я делаю так обманывай так организм дата проснулся по работе интенсивно отдохнул замедлиться максимально как можно если можно стриму стриму потом стал еще раз скачок вечер опять замедлился и пошел сон так вот у меня лучше работать чем если ты себя пытаешься на целый день так очень сложно бывает вечно подгораешь дальше бывать и такой что работать через силу если устал нет энергии завершаешь работу и обращаешься не позже данная как сказал продуктивное состояние важнее чем траты время на какую-то работу поэтому часто я могу просто сказать какие-то я ставлю все на паузу ехать куда-то отдыхать медитировать делать югу и потом возвращаться на следующий день и сразу же находить решение 1 15 работа над этой задачей а там вчера поэтому пипец как важно быть правильно состоять значит дальше да как ты относишься к идее маски чтобы делать внутри штуки работать нужно 80 часов в неделю значит а вот посмотрите у нас на самом деле далеко не пример эффективного времяпрепровождение да но я имею ввиду что он реально себя загоняет на работе я не знаю это как бы выбор каждого как в большом спорте большой спорта не понимаешь что большой спорта а мультика инвалидности первую очередь рано или поздно придется делать то что тебя будет приводить постепенно какой-то дворец до пинги так же предпринимательский да здесь нужно тоже искать и понимать куда ты хочешь в итоге прийти к чему да и с каким здоровьем у всех на самом деле разные организмы я не знаю маска насколько он другой на самом деле мне кажется он немножко немножко другой да то есть может быть у него лучше получать потому что он немножко другой да не все так говорят я уверен вот это мое мнение опять же да дальше доп вопросы выше как ты считаешь идея что всегда нужно чем-то жертву твоими большой идеи цели актуальность для темы как нет согласен ну то есть жертва это всегда вообще любая жертва это не есть как у жизни человека да там на спец если мы начинаем себя ограничивать от чего-то мы сюда становимся лучше да по ограничению себя и более осознанно у человека наш организм становится более а соответственно здорово мы себя ограничиваем соответственно бесполезного контента всяких там глупых youtube роликов и понятно как инстаграм лент из адрес нашей жизни становится более соответственно там качественные да ответ вопроса для того чтобы ограничить себя от человека поэтому ограничение ради чего-то большего это как не часть жизни надо сюда ну понимать чего ты хочешь и что тебе для этого нужно что тебе мешает это досягает да и видеть самое главное не то что нужно делать а то что нужно не делать первую очередь отказаться от чего-то что нужно прямо сейчас отказаться вот и отказаться от этого отказа от чего-то это прям крутая история я люблю это делать иногда тестирую пробовать себя на новые какие-то истории я очень много пробую да и я очень доволен тем результатом которые я получаю благодаря тому что я что-то новое мы с вами пробуем с питанием экспериментируем с какими-то новыми практиками упражнениями потому что за то количество времени которое я это уделяю да там несколько последних там десяти лет я нашел много всего интересного что устроил с это работа дополняла я каждому инструменту я ходил годами до понимания я хочу сейчас я рад так возможно быть в балансе больших игроков конечно конечно возможно конечно возможно конечно возможно ну и в конце да человек пишет значит как всегда благодарность устану и всей команде маленький ребят мне тоже очень приятно с вами общаться обязательно вступайте в наши телеграм-каналы и телеграм-чаты у нас там есть наше такое онлайн комьюнити селеком крауд мы там общаемся по недвижимости по искусственному телеку по разным другим есть направление чаты вот и наше общество телеграм-канал делимся всеми инструментами сайты на которые мы сейчас получаем во время работы участие в наших как раз онлайн интенсивных мастермайнер вот там всю эту информацию мы смещаем вот поэтому обязательно ищите вступайте давайте задавайте вопросы давайте придумаем какие-то новые форматы общение с вами я с удовольствием рассмотрю любые ваши предложения мне очень интересно с вами общаться можно делать какие-то прямые эфиры может быть да где можно в формате вопрос-ответ что-то делать вот ну и не забывайте что этот формат видео мы пишем в рамках значит формата да ответы подписчикам маленьких трип да ответы на вопрос подписчикам маленьких трип и соответственно мы сейчас едем с моей семьей возвращаемся с линолстон или стороны Калифорнии прямо сейчас едем где-то по Неваде мы сегодня ночевали в Неваде в песках сегодня буду ночевать на озере Тахо вот и у меня вот тут вот здесь минутку я решил ответить на ваши вопросы вот поэтому если вы еще не подписаны на наш канал вы делаете это прямо сейчас вот обо всем что вокруг меня сейчас происходит наше путешествие сделаем отдельные выпуски расскажем покажем как мы отдыхаем здесь в Америке как время проводим как устроена инфраструктура поэтому подписывайтесь и задавайте внизу ваши вопросы те вопросы которые соберут большее количество лайков дадим видео ответы автору подарим книгу поэтому задавайте свои вопросы голосуйте за те вопросы которые понравились давайте поддержим этот диалог общаемся продолжаем и в том числе давайте тоже в чатах в нашем телеграм-канале наступайте и давайте двигаться давайте общаться до встречи в Америке вот на музончик кстати такой прибор и